Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Алия Булдаков И сегодня я расскажу вам о том, что читать у Дина Кунца Есть лишь один писатель, который может выступать наравне со Стивеном Кингом на поприще хоррор-литературы Это Дин Кунц Его тиражи уже 20 лет подряд не уступают Кинговским Пресса окрестила его титаном хоррора А самые герои в романах Кинга называют его своим любимым автором Рассказываем о главных книгах Кунца В них он описывает ужасы, зачастую происходившие в его реальной жизни Дин Кунц редко прибегает к мистике Обычно в его историях речь идет о жестоких маньяках, заговорах, спецслужб, секретных научных разработках Избежавших из таинственных лабораторий жертвах безумных экспериментов А учитывая, что Кунц автор весьма плодовитый, одних романов из-под его пера вышло больше сотни То и различных конспирологических книг у него можно найти внушительное количество В романе «Ангелы-хранители» 1987 года объединяются все привычные для творчества Кунца темы Многие поклонники писателя считают этот его роман наиболее подходящим для знакомства со стилем автора По сюжету разочарованный жизнью вдовец Тревис встречает золотистого ретривера, который оказывается намного умнее обычных собак Параллельно разворачивается еще несколько историй Художницы, которую преследует маньяк Киллера, которые расследуют заговор правительства И беспощадного существа по имени Аутсайдер, которая сбежала из военной лаборатории Все эти герои в один момент сойдутся в смертоносном противостоянии В котором будет место и героизму, и характерному для Кунца сочетанию сентиментальности и жестокости Интересно здесь то, что в сюжетную канву романа «Ангелы-хранители» писатель вплетает много личного Создавая таким образом двух, возможно, самых ярких персонажей в своем творчестве Во-первых, Кунц, большой любитель собак породы ретривер, здесь делает самым выразительным героем разумного пса Во-вторых, в этом романе описан один из самых страшных антагонистов в творчестве писателя Результат генетических мутаций аутсайдер, не знающий жалости и созданный ради убийства По признанию самого Кунца, прототипом этого персонажа стал отец писателя Который избивал своей женой ребенка, а в старости пытался обвинить уже ставшего знаменитым сына в покушении на собственное убийство Один из ранних романов Кунца «Фантомы» — пожалуй, самое выдающееся произведение писателя Гнетущая атмосфера и саспенс, пронизывающие все действия этого камерного триллера В свое время вдохновили Стивена Кинга на создание романа «Безнадега» Там он даже напрямую упоминает Кунца И японских сценаристов, создавших концепцию и сценарий первой части игры Silent Hill Одна из улиц игрового города как раз названа в честь Титана Хоррора Для самого Кунца, живущего в Калифорнии и описывающего преимущественно пляжи и голливудские бульвары Необычно в этой истории даже место действия В «Фантомах» описывается заснеженный туристический городок Сноуфилд, куда после долгого отсутствия возвращаются две девушки и обнаруживают, что все жители либо мертвы, либо бесследно исчезли На вызов приезжает отряд полиции и профессор, исследующие загадочные исчезновения Но с наступлением ночи герои оказываются в ловушке, потому что из тьмы начинают появляться жуткие существа Как обычно у Кунца, действие переполнено различными жанровыми тропами От инфернального лавкрафтианского воплощения зла до древнего проклятия, связанного с историческими событиями Сюжет, кстати, основан на реальном случае массового исчезновения людей в колонии первых поселенцев Руанок Чему был посвящен целый сезон американской истории ужасов И опубликованный сценарий все того же Кинга к телефильму «Буря столетия» Но у Кунца о фантомах есть собственное пересмысление этой истории И интересные идеи, вроде концепции вековечного врага Или способа, которым герои будут бороться с нападающими из тьмы существами Роман выделяет еще и нетипичный для Кунца натурализм в описании жутких существ И последствий их нападения Кстати, Дин Кунц сам написал сценарий и спродюсировал экранизацию романа В главных ролях снялись Бен Аффлек, Роуза МакГоун и Питер О'Тул Еще один роман из 80-х Называется он «Полночь» Снова маленький городок Снова таинственные эксперименты Снова сбежавший из лаборатории мутанты И даже снова весьма неглупая собака Правда, на этот раз не золотистый ретривер Но, как водится у Кунца, при привычном наборе жанровых ингредиентов Роман «Полночь» совсем не похож на тех же «Ангелов-хранителей» или другие книги автора В центре сюжета прибрежный туристический город Куда приезжает агент ФБР, чтобы расследовать серию жестоких убийств За несколько дней счетчик трупов переваливает за сотню Многие горожане превращаются в кровожадных психопатов Преследующих немногочисленных оставшихся в живых И во всем этом, конечно же, таинственным образом замешана Расположена на территории города секретная корпорация С нечистым на руку ученым во главе При всей, на первый взгляд, банальности сюжета У романа есть одно неоспоримое достоинство Он очень страшный Кунцу удалось написать практически эталонный триллер При помощи двух удачных писательских решений Во-первых, один из основных протагонистов — это маленькая девочка И большую часть творящихся ужасов мы наблюдаем ее глазами Если точнее, слышим или домысливаем Во-вторых, книга, по сути, представляет собой сборник законченных эпизодов Где каждая глава — словно отдельный рассказ или короткометражный фильм С завязкой, серединой и финалом И оттого пугающие сцены и напряжение Здесь как будто бы выстроены по формуле Каждое ружье выстреливает в четко определенный момент Одна лишь вступительная глава, описывающая первое убийство в городе Может запросто лишить сна впечатлительного читателя Именно благодаря правильно выдержанному авторам темпу повествования Русскоязычному читателю роман «Иступление» До недавнего переиздания был знаком под названием «Очарованной кровью» Но новый перевод значительно точнее отражает суть истории Юная Котай приезжает погостить на фирму к семье своей подруги Но в первую же ночь в дом врывается маньяк и убивает всех Кроме чудом спасшейся главной героини Она становится свидетельницей других убийств сумасшедшего преследователя А затем еще и выясняет, что маньяк держит у себя в плену девушку Котай решает спасти заложницу и отомстить убийце И как водится в постмодернистских хоррорах Жертва оказывается не такой простой, как казалось злодею В одном из интервью Кунц говорил, что образ сильной и целеустремленной главной героини Он во многом списал со своей матери Которая всегда пыталась бороться с жестоким отцом И была единственным светлым пятном в его тяжелом детстве В 2003 году по этому роману Александр Ажа, без ведома писателя Снял скандальный фильм «Кровавая жатва» Породивший даже новое направление под названием «Новый французский экстремизм» Кино вышло чрезмерно жестоким, натуралистичным А его неожиданный финал так вывернул идею романа Что один кунц даже отказался судиться с создателями фильма Дабы никто не узнал о его связи с возмутившим его хоррором На этом все Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз С ними ты проживаешь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok